ребята всем привет вы смотрите канал видео лепка меня зовут роман и сегодня я слеплю новых монстров из обновления игры roblox doors это уже третье видео слепка монстров из этой игры если вы вдруг пропустили первые две части то ссылочки на них вы сможете найти в описании огромное спасибо за лайки и комментарии приятного просмотра первый монстр из doors которого я слеплю будет джефф и его магазин джефф дружелюбный монстр который проживает в отеле у двери 52 джефф стоит в темном проеме поэтому не известно как он выглядит можно увидеть только пару больших светящихся голубовато-белых глаз 2 темно-синих шупальца джефф дружелюбный монстр и не причинит вам вреда он неподвижно стоит в своем магазине и смотрит на вас ожидая когда вы купите один из предметов он продает четыре случайно выбранных предмета это могут быть распятие отмычка зажигалка фонарик или доминки в общем у меня должно получиться что-то вроде мини диорамы в качестве основания я использую картон от пустой коробки из под пластилина также в игре есть еще один монстр под названием бой или пустота это достаточно загадочная сущность она телепортирует отставшего от команды игрока обратно в его группу неизвестно как выглядит эта сущность и если у нее вообще внешний вид это просто черная пустота отсюда и название будет так как эта пустота эту сущность я лепить не стал потому что неизвестно вообще как ее можно слепить а в качестве каркаса разных элементов использую алюминиевую проволоку разного диаметра внутреннюю часть ящиков я сделал из алюминиевой фольги перед джеффом будут стоять три таких ящика на них будет лежать доска которые будут располагаться продаваемые им предметы вот такой магазин джеффа из роблокс игры двери меня получил следующий монстр которого я буду любить также является дружелюбным эль-гоблину эль-гоблину это существо которое можно встретить только в отеле около магазина джеффа с этим персонажем в отличие от других монстров можно поговорить эль-гоблину красная коренастая похожая на гоблина существо золотой серьгой в ухе рваными коричневыми шортами и шипастыми браслетами на каждой руке у него большие уши длинный нос похожий на клюв и большие желтые глаза также видны два клыка выступающие из левого угла его рта эль-гоблина способен разговаривать с игроком он также говорит на смеси английского и испанского языков используя множество жаргонных терминов популярных среди испаноязычных американцев также в игре есть еще один монстр под названием бой или пустота это достаточно загадочная сущность она телепортирует отставшего от команды игрока обратно в его группу неизвестно как выглядит эта сущность и есть ли у нее вообще внешний вид это просто черная пустота отсюда и название void так как эта пустота эту сущность я лепить не стал потому что неизвестно вообще как ее можно слепить а все в этом видео будет лепка 8 разных новых монстров из dors включая джеффа лепку которого вы уже видели вот такая фигурка эль-гоблино из роблокс игры dors у меня получилось боб высокий похожий на человека скелет в черной бейсболке окруженный роем мух его можно найти также рядом с магазином джеффа в отеле рядом с эль-гоблино неизвестно является ли боб на самом деле монстром или просто скелет взаимодействовать с ним насколько я понял невозможно и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дюб Название этого монстра можно перевести как «простофиля». Дюб – это сущность, которая проживает в отеле и появляется обычно в больших номерах с двумя дверями. Дюб выглядит как бестелесное красно-белое лицо с широкой зубастой улыбкой и парой глаз. Его улыбка и глаза светятся в темноте. Неизвестно, если у Дюб потела из-за того, что большая часть монстра скрыта в темноте. Ребята, если вам нравится наш канал, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик в положении «Все», чтобы не пропустить новые выпуски. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании, там я выкладываю новости. В нашем телеграм-канале есть чат, в котором вы можете общаться с другими любителями лепки и выкладывать фотографии своих фигурок. Вот такой монстр Дюб из Роблокс Игры Двери у меня получился. Следующий монстр или существо называется Снейр. Снейр переводится как Ловушка. Ловушка – это существо, которое находится в отеле и появляется исключительно в оранжерее. Ловушка – это зелено-коричневое травянистое существо с выдвижными шипами. В состоянии покоя он похож на круглое травянистое пятно на земле. Когда игрок наступает в ловушку, выскакивают большие шипы, вбиваясь в ногу игрока и обездвиживают его на несколько секунд. Следующий монстр называется А-60. Он выглядит как лицо красного цвета, которое постоянно меняется. Оно излучает достаточно яркий свет. С этим монстром вы столкнетесь, как только достигнете или откроете дверь в комнату 60. В этот момент вы услышите что-то похожее на слабое жужжание. Затем появится сам монстр и начнет преследовать всех игроков, которые в данный момент не находятся в шкафчике. Если все игроки успеют спрятаться, то через некоторое время монстр исчезнет. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой монстр под названием А-60 из Роблокс Игры Двери у меня получился. А-90 Этот монстр появляется как пиксельное, монохромное и двухмерное существо. Его глаза полностью черные. Во время скримера его лицо похоже на амбуша красноватого оттенка. Мир. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой монстр из роблок-двери под названием А90 у меня получился А200 А200 выглядит как грубо нарисованный смайлик Этот монстр появится, как только один игрок достигнет или откроет дверь в комнату 200 Этот монстр может издавать звук, похожий на взрыв Он также преследует всех игроков, не успевших спрятаться в шкафчик Итак, вот такой монстр под названием А200 из Дорс у меня получился Огромное тебе спасибо, что досмотрел это видео до конца Не забудь поставить лайк, так же будет круто, если ты поделишься этим видосиком со своими друзьями Желаю тебе отличного настроения и творческих успехов До скорой встречи!